Друзья, вы слышали это волшебное слово «рублёвка». Все знают, что оно означает богатство, славу и прочий успешный успех. Жить на Рублёвке — это почти как жить в раю, только золотым унитазом. Много лет этот район остается символом гламура, роскоши и стиля «дорого-богато». Тем более сейчас, когда российские депутаты и олигархи лишились своих вилл и яхт за границей. Но действительно ли Рублёвка так шикарна? Удобно ли там жить, если там простые люди или только миллионеры и звезды шоу-бизнеса? Посмотреть на то, как выглядит Рублёвка глазами простого человека, я попросил блогера и архитектора Влада Сурина. Этот ролик для моего канала снял Влад и, надеюсь, вы встретите его добродушно и видео вам понравится. Привет! Я Влад Сурин, архитектор и... филмейкер. Есть у меня важная, критически важная для меня информация, то есть я ее обязательно должен произнести, а вы уж там как хотите. Несмотря на то, что я буду выдавать вам полезную информацию, я все-таки не хочу скрывать, что многие вещи в этом видео я увижу лично, я увижу в первый раз. То есть, ну не такой я насмотренный человек, как Илья, это первое, а во-вторых, ну не был я там никогда. Не был я на Рублёвке и, собственно, мои вот какие-то новые первые эмоции, мое удивление не должно вас удивлять. А как вам мой транспорт или всего этого дела? Замечательно. Я считаю, просто великолепно. Вообще, это было то еще веселье, вставить вот эту вот самую эмблему в доску. Где-то заняло у меня два часа, как бы за ней еще нужно было съездить, да? Стоит это того? Вот стоит Рублёвка того. Она же дорогая? Должна стоить. Надо проверить. Вообще-то, если подумать, кого я обманываю, на этой вещице там покататься не получится. Я просто уверен в том, что инфраструктура там не приспособлена ни для чего, кроме как для автомобиля. Мне кажется, там уже Дэшку скоро закроют, если ее еще не закрыли. Конечно, до самой Рублёвки ехать на скейте тоже не вариант. Добраться туда можно и на общественном транспорте. На маршрутке, автобусе или электричке. Но ведь мы едем за роскошью и красивой жизнью, поэтому поедем на автомобиле. Конечно, не таком шикарном, как там привыкли, но все же. От метро Кунцевская как раз начинается Рублёво-Успенское шоссе. Ну ладно, хорошо, признаюсь. Вот таких красивых шоссе я, в общем-то, в России давно не видел. Я видел не зашкварное укрепление грунта. Я видел, в общем-то, адекватную хорошую природу вокруг шоссе. Но сейчас началось что-то странное, честно говоря. Вот тот второй ряд заборов, который стоит прямо у другого забора профнастила. О боже, три ряда заборов. Вообще по соседству с действительно замечательной природой здесь очень часто, а скорее всегда, в общем, эта природа сопровождается вот такими заборами. И ладно бы еще хорошее, так, как правило, это только профнастил, это только глухой элемент. Чушь какая-то, блин. Это ли... Это ли элитно? Я приехал на Рублёвку. И для начала хочу рассказать, что именно она из себя представляет. Многие из нас думают, что это один большой посёлок с кучей дворцов, богачей. Но на самом деле Рублёвка называют территорию Подмосковья, рядом с Рублёво-Успенским шоссе. В общем, эта самая Рублёвка, жарганизм, она включает в себя кучу мелких деревень, посёлков, например, Барвиху, Жуковку, Усово. А ещё несколько поселений с номерами Горки-2, Горки-10, Горки-100-500, Горки-25 тысяч. При этом посёлок Рублёво, в честь которого названо шоссе и элитный район в Подмосковье, в состав Рублёвки не входит. И давно является частью Москвы. Вот Москва его съела как-то так. Так что сегодня мы посмотрим на несколько рублёвских деревень. Выясним, чем они отличаются и прочувствуем богатую жизнь элиты. Богатую заборную жизнь. То есть, если бы я не интересовался, а меня спросили, что такое Рублёвка, я бы ответил, что вот это. Рублёвское шоссе, западная их часть. Когда-то на месте нынешнего Рублёво-Успянского шоссе была царская дорога. Она соединяла Москву со Звенигородом, который с 14 по 16 век был, в общем-то, влиятельным и богатым городом. В 18 веке здесь строила свои имения тогдашняя элита, влиятельные графы и князья. Но история той Рублёвки, которую мы знаем сейчас, началась, в общем-то, со Сталина. Сразу после революции он сделал свои летние резиденции имения в деревне Колчуга. А там и другие высокопоставленные большевики подтянулись. Вскоре они начали селиться по соседству в бывшие дома дворян, купцов, промышленников. В этом районе были дачи Держинского, Ворошилова. Около деревни Жуковка поселился глава НКВД Ежов. Постепенно, кроме политической элиты, в районе нынешней Рублёвки стала отдыхать советская интеллигенция. Учёные, писатели и музыканты. Также тут построили и несколько санаториев, и пансионатов, и ещё появились отдельные совхозы, которые производили и поставляли продукты в дома высокопоставленных дачников. Всё своё, в общем, только в больших масштабах. В то время Рублёвка была закрытым местом, куда простым людям невозможно было попасть. Вот давайте посмотрим, что и сейчас изменилось. Попробуем найти бывшую дачу Сталина. Ну да, вот же она. Из воспоминаний дочери Сталина, кажется, именно это имение взрывали, в отличие от дачи Микояна, из-за того, что якобы немцы подобрались к Москве. Ну, как бы западная сторона, Рублёвка, она же на Западе, вот его и взрывали. Это, кажется, кондиционер. Это, это, кажется, пластиковые окна. То, что можно увидеть отсюда, выглядит довольно бездушно, в отличие от забора. А забору, кстати, насколько я успел увидеть в интернете, на 2011 год было уже 100 лет. Сейчас ему 111. Красивая цифра. Если посмотреть на карте, чуть дальше в глубине стоит дом посерьёзней. Может быть, он не так по-ублюдски выглядит. Ну, и добраться нам до него не так-то и легко. Ну, что-то как-то внутрь попасть никак. Да ладно внутрь, там даже посмотреть не получается. Ничего не видно, такой вот здоровый холм. В 2000 году дача вошла в состав Рублёво-Успенского оздоровительного комплекса, где любили поправлять здоровье высокопоставленные чиновники. А с 2011 года Зубалова находится на балансе Министерства обороны. Неудивительно, что этот дом больше похож на крепость, чем на дачу. После того, как СССР развалился, новая политическая верхушка незаконно приватизировала рублёвские госдачи. Разными способами. Она, например, передавала их в собственность дачным кооперативам, которые на скорую руку создавались в разных министерствах и ведомствах. Кроме того, на Рублёвку начали переезжать олигархи. Здесь были дачи Бориса Березовского, бывшего президента Альфа-банка Петра Авена. Ну и активнее всего миллиардеры стали скупать участки здесь уже, угадайте, при ком? Да, при Путине. Своя резиденция, кстати, есть, точнее была у первого президента России Бориса Ельцина. По рассказам очевидцев, первый президент России отдыхал здесь ярко и громко. Ельцин успел оставить после себя на Рублёвке немало легенд. Самая главная байка связана с его якобы падением с Успенского моста. История такая. Едет Борис Николаевич на казенной машине со своим водителем, то ли от друга, то ли к своему другу. И вот он решает пройтись пешком. Гуляет, 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 гуляет. Вроде бы в Успенском, честно говоря, не помню, не буду врать. Вот, как вдруг, откуда ни возьмись, вылетают два кроваво-красных жигуля. Оттуда выбегают амбалы. Хватает Бориса Николаевича. Надевают на него мешок из-под риса. Привозят на Успенский мост. И выкидывают за борт. Я не знаю, как было тогда, какой был уровень воды. Однако, то, что я вижу сейчас, вряд ли с моста можно прыгать или хорошо падать с рисовым мешком на голове. Вот вниз этой самой головой вряд ли кто-то останется жив. Борис Николаевич же, когда упал в реку, еще потом проплыл 300 метров по течению реки. Там, откуда-то где-то на берегу, он выплыл в итоге и пошел в местную милицию. Ну, после чего об этом трубили, как я понимаю, все СМИ, все газеты. На всякий случай. Вообще-то, история довольно мутная, довольно странная. И многие высказывают свои предположения, почему и что вообще произошло. И я где-то их, эти предположения, видел сейчас на каком-то сайте. Сейчас. Гельцина кидали не с моста, а с берега в районе госдачи Огарева. Как рассказал мне местный житель, работавший тогда сторожем, сторожем-охранником у Горбачева, Ельцин не был приглашен к Горбачеву на день рождения. И, будучи этим раздосадованный, набрался для смелости, в скобочках, он и тогда уже, будь здоров, бухал, и настойчиво пошел поздравлять Горбачева. Ельцина попросили мирно пойти домой отдохнуть и не портить праздник. Но он, в общем, ни в какую, и поэтому его решили освежить путем купания. Вот мост через тихую местную реку, с которого сбросить нельзя человека, поскольку, по данным замера, река под этим мостом чрезвычайно мелка. А вот Борис, что с моста сброшен в реку, с которого сбросить нельзя человека, поскольку, по данным замера, река под этим мостом чрезвычайно мелка. А вот и охрана, что так или иначе, наверное, знает про жителей дачи, куда привезен был мешок из-под риса, который натянут потом на Бориса, который был сброшен с моста прямо в реку, с которой сбросить нельзя человека, поскольку, по данным замера река, под этим мостом чрезвычайно мелка. История, конечно, интересная, но где обещанные дворцы и особняки? В поисках роскоши поедем в легендарную Барвиху. Я, честно говоря, не втыкаю, слегка не втыкаю, где, собственно, та самая Барвиха, о которой слагают легенды. А еще где пешеходный переход? Тоже понять не могу. Я попал в старый сталинский поселок, ничего здесь нету. Опять же, кругом забора, это мы уже говорили. Быстро переписать два своих особняка на свою тещу или тестья. Вот, пожалуйста. Короче, я не знаю, я запутался, но зато классные сталинские двухэтажки стоят. С вот этими арками. Очень даже неплохо. Вот в таком бы я хотел жить. Опа, вход! Посмотрим, что такое рублевка. Здесь явно никого нет, я надеюсь. Мама, я миллиардер. Для таунхауса сойдет. Был вариант покритиковать билборды. Да и вообще последнее время поговаривают, что наружка не работает. Вот идут такие слухи. Однако я нахожусь прямо сейчас на Рублево-Успенском шоссе и чувствую всем своим нутром, что здесь наружная реклама она отрабатывает на все 100%. В то время, пока олигархи, звезды шоу-бизнеса или просто хорошие люди стоят в пробке и одиноко смотрят в окошко своего Мерина. В нулевые рублевка вышла на пик гламура. И по соседству с олигархами сюда начали съезжаться разные звезды шоу-бизнеса. Например, семья Михалковых, семья Бондарчуков, Маша Распутина. Кого только здесь нет на самом деле. Нас выгнали. Говорят, на каком основании снимаете. Так вот, из-за высокого спроса на землю здешние застройщики начали раздавать как раз все эти живописные поля, леса. Всю эту интересную красивую историю под дворцы с огромными трехметровыми, а то и больше заборами. Заборы тут повсюду. Это практически главная достопримечательность Рублевки. Берите за правило. Чем беднее дома, тем, соответственно, и прозрачнее заборы. По ходу дела, вот здесь это правило, оно действительно, ну, как бы, осязаемо. Можно прям потрогать. Дом относительно бедный. Забор прозрачнее. Итак, дом еще дороже. Дырочки в заборе еще уже. Почему-то еще часто, очень-очень часто делают эти заборы зелеными. Ну, они как-то, может быть, сливаются с местностью зеленые, с деревьями, с травой. Но по факту, если бы сделали черными, был бы лучше. Это нас будет преследовать везде. Вот какая-то такая, якобы, классика, и огороженные территории вот таких вот... А что это? Жилищные кооперативы? В смысле заборы, трехметровые заборы дачных кооперативов, жилищных кооперативов, как они там называются, частные трехметровые, четырехметровые заборы, заборы всяких ведомств. Как это все оценивать вообще? Вот это или вот это я ума не приложу. То есть, куда бы я ни ткнулся, как простой, обычный человек, я обычно напарываюсь на КПП, напарываюсь на охранников. Здесь нечего оценивать. Оно все закрыто. Какой-то такой образ забора, честно говоря, навевает странные ощущения. Будто меня тянут по какому-то одному пути. Это немножко похоже на фильтрационный коридор. Навесные конструкции поликарбоната. Материалы 70-х годов. Создает вот это самое ощущение коридора, не так ли? И уже видно, что я как бы на дорогой территории, но, как я и предполагал, я буду натыкаться на какие-то заброшки, ну и на классицизм, естественно. Типа неоклассицизм. Или, блин, ренессанс, неоренессанс. Или как это еще назвать? В общем, все, что имеет Балясина, наверное, так. Китч, претенциозность, напускное. Хэштеги перечисляю. И высокие заборы. Во время массового переезда звезд на Рублевку там стали появляться пафосные рестораны, где проходили грандиозные тусовки. Об этом, вот об этих вечеринках, вообще-то писали и в журналах, и даже публиковали книги. Именно тогда появился всем нам знакомый образ Рублевки. Она стала считаться местом высшего общества. Давайте посмотрим на один из таких центров притяжения, притяжения Барвихи, где когда-то выступал даже сам Элтон Джон. Неужели он здесь выступал? Я просто не могу поверить, на самом деле. Торговый центр. Девчонки, вы откуда? Барвиха Лухарь Вилаш. Я говорю, ничего, интересно, красиво, везде такие торговые центры. Правда, что из этих магазинов осталось живо, я, честно говоря, я не знаю, я даже боюсь проверять. Но слишком дорого, как я туда зайду? Посмотрите на меня и посмотрите на эти магазины. Валентина, Меркьюри. Нет, но охранники стоят. Охранники стоят. Здесь-то люди разбираются в архитектуре и в городостроительстве. Попрошу обратить ваше внимание, здесь не сделали простую большую коробку и не назвали это элиткой. Здесь все-таки существует некоторое подобие улицы с магазинами по бокам. Получается, что я обеляю Барвиху? Выходит так. Ну вот, мы уже доигрались, говорят, нельзя снимать здесь. Они просто не знают, кто я. Популярность Рублевки в нулевых сказывалась на ценах на землю. И долгое время район возглавлял рейтинги самой дорогой недвижимости. Одна сотка земли. Это примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь лежит 47 тысяч долларов Это полтора миллиона рублей Вот для сравнения, в Подмосковье такая же земля В 2010 году стоимость не превышала 300 тысяч рублей 300 тысяч против полутора миллиона Такая вот наценка на роскошь После кризиса 2008 года рассвет рублевского шика постепенно сошел на нет И местные поселки начали пустить Собственно говоря, мы сейчас это видели Причины у этого разные Кто-то обеднел, кому-то надоело неразвитые инфраструктуры, пробки в час пик Когда-то богачи мчали в Москву А сейчас они просто, ну, по сути, стоят К началу третьего президентского срока Владимира Путина На рублевке выставляли каждый пятый коттедж на продажу Но время идет, цены и спрос меняются Меняется стиль, меняются вкусы Сейчас я об этом расскажу, только дам вам знать Что не могу сдержать восторга Меня таки пригласили посмотреть Не какой-то там, а тот самый дом Который вы, скорее всего, ждали, кликая на это видео Это, в принципе, стол для завтрака Натуральный камень, как вы видите, лежит на столе Здесь обеденная зона Обеденная зона – это когда приходят гости То есть это зона столовой Обычно она не используется для семейного Для рутины семейной Завтраки проходят, вот как вы понимаете, на кухне Но вот это больше такая гостевая столовая Это кабинет для работы Сегодня очень актуальная история И поэтому кабинеты сегодня присутствуют практически во всех объектах недвижимости Вот после пандемии мы научились работать удаленно Я считаю, что наличие спа в большом доме совершенно необходимо, как и спортзал Когда в доме нету спортзала или спа-комплекса То это выглядит очень странно Бочка с холодной водой для полива Бочка с холодной водой для окунания И турецкая баня чудесная Хамам Это у нас мастер-бедрум Такая прекрасная, правильная мастер-бедрум Со своей, вот как вы видите, такой софа-бед зоной диванной Очень создают такой качественный уют Понятно, что это все джо-джетти, миноти То есть мебель высокого качества Натуральные материалы Шелк Прекрасная гардеробная комната Мне кажется, немножко маловато Вот, и больше рассчитана на мужчину Но, тем не менее, пространство большое Стоит такой домик на тысячу квадратных метров 750 миллионов рублей И, по словам риэлтора, на Рублевке такие коттеджи Самый ходовой товар Дом абсолютно новый Здесь пока еще никто не жил Но не факт, что он наполнится уютом и жильцами после продажи После начала войны богачи стали скупать недвижимость в России и за рубежом Просто, чтобы куда-то инвестировать средства в условиях кризиса При этом далеко не все коттеджи получается быстро продать И дело тут даже не в цене Хей 90-й, когда люди получили первый капитал Они канули в лето И сегодня наши клиенты Это хорошо образованные, воспитанные, интеллигентные люди В большинстве своем Которые посмотрели мир Которые владеют недвижимостью в разных интересных странах и локациях То есть это люди с хорошим вкусом И поэтому сегодня уже такого кича Который был в 90-х или в начале 2000-х Конечно же нет на рынке Если мы не говорим о каких-то старых объектах недвижимости Которые действительно на протяжении 20 лет 25 лет назад были построены и реализованы Конечно, не морально устарели И требуют существенных инвестиций в реконструкцию И, соответственно, в другой интерьер Тяжело продать объекты, которые не сбалансированы Маленький участок, большой дом Большой, например, большой участок, маленький дом Ну и, конечно, то, о чем мы говорим Это наследие 2000-х Страшные, неадекватные объекты недвижимости кичевые Со страшными интерьерами, маленькими окнами Странным фасадом Конечно, все это не пользуется популярностью То есть это тоже такая решающая характеристика Реки такого достаточно много Такие вот старые постройки Это вот когда наш новый класс, так скажем, обеспеченных людей Учился жить хорошо и красиво и правильно Здесь, ну, очень много места Ну, я никогда не был на таком большом балконе Нет, нет, я не буду пробивать Я не буду ее пробивать Ничего, я здесь не буду включать А вот это уже душ Планировка ничего Но интерьер немножко не мой После такого только идти искать нормальные Ну или всем знакомые деревни Чтобы сбалансировать всю эту роскошь, вы понимаете 14 лет, 70 килограмм, нельзя кататься на качелях Если ты собака, тоже нельзя Так, в общем, не мусорим, бутылки не бросаем И не курим Вот зачем мы здесь Ну и вообще-то говоря, куда мы пришли Мы нашли местную детскую площадку Это очень важно Потому что говорят, что с площадками на Рублевке С вообще инфраструктурой Пускай даже детской Все не очень хорошо Может быть и не так На самом деле, вот довольно-таки большая площадка нашлась Однако никого здесь нету почему-то Я не знаю, где все дети? Где все дети? Где вообще люди? Мы сегодня людей никаких не видим Ах да, я в деревне Подушкино Ходит слух, что где-то здесь От барвихи оседало некоторое количество отходов Но не простых, а золотых Спросил двух человек Знают ли они что-то о той самой знаменитой Подушкинской, или как это можно сказать, помойке Где можно, в принципе, найти какие-то дорогие вещи Нет, никто не знает Но я спросил только двух Вот это Подушкино, потом Рождественное И вы придете пешком в барвиху через 2 минуты Мне сказали в Подушкино Нету такого, да? Ну, тут же 10 лет живем не было Даже, в принципе, нет свалки И помойки, и мусорок Ничего нету Тут у всех свой бак И вывозят газеты Хорошо, я понял Тут такого нету А вот в барвихе есть большая И туда все Как раз-таки отсюда привозят туда В барвихе А в барвихе это где-то? Школа Школа И рядом вот ее загородили Она вся в камне Туда заходите А, загородили? Да И в нее вот заезжают И все, ставят там И так далее Отвозят что-нибудь Рублевка Рублевка — это поселки с шикарными особняками Но с нулевой инфраструктурой Власти не смогли сделать свой район удобным Тут возникают проблемы с пробками на дорогах Нехваткой магазинов Благоустройства Например, и с вывозом мусора тоже Вы наверняка помните скетчи про бомжей с нашей Раши Которые жили на элитной рублевской помойке Посмотрите на этих бедных людей У них же ничего нет Да сам ты бедный У меня часы дороже стоят Чем два в стол Так вот, я приехал в деревню Подушкино А там такой не было Сейчас я приехал в Барвих, получается Наконец-то она здесь нашлась Здесь довольно такой серьезный поток автомобилей Никто не любит, чтобы их снимал Но вроде по описанию это оно самое Две девушки сказали, что свалка такая рядом со школой Во-первых, тут школа где-то вот Да, вон там школа Во-вторых, ее всю такую оградили Похоже, похоже Я не знаю, слазить туда что ли? Как ты бель, 30 лет Блин, нет Это ниже моего достоинства Я больше не могу Ладно, будем считать, что я на рублевской помойке Технически она на рублевке Просто не факт, что это она Кстати, спасибо вам, дорогие рублевцы Вы бережно все складываете строго По пакетам, таким черным Таким крепким, что я, слава богу, не провалился С другой стороны, что я еще ожидал Ни колонн, ни капителей Как в нашей Раше Ничего архитектурного я здесь и близко не вижу Это тот же самый профнастил Тот самый, который взлюбился Так по всей России Но здесь он просто нашел свое новое Какое-то новое дыхание Золотые времена, кажется, ушли Телек на свалке теперь не подымешь Айфон там не найдешь Просто потому что свалки-то Этой уже больше по ходу дела и нет Стоят какие-то контейнеры в одном месте И, кажется, разные блогеры, ютуберы Нет, вообще в целом блогеры приезжают туда снимать контент В поисках сокровищ, однако Не уверен Вот мы сейчас проверили Там этих сокровищ, кажется, совсем нет Может быть, мы приезжаем не в то самое время Может быть, оно неправильное Пишите обязательно, если знаете точное время Когда нужно приезжать Возможно, это 13.00 понедельника Когда какой-то конкретный богатый человек приезжает И вывозит туда мусор Вообще-то Места здесь действительно замечательные Не только здесь Места эти очень сильно загубленные Причем вот в последние, я бы сказал, 30 лет Прямо кардинально Отдельно, не знаю, лежащие на карте объекты То есть в них нужно приехать И здесь начать гулять Однако, чтобы до них доехать Надо преодолеть определенный путь И этот путь Самая обычная городская инфраструктура Это все выглядит очень удручающе В общем-то, не вся Рублевка Этой деревни с особняками, дворцами Это понятно Вот, например, я приехал сейчас в поселок Горки-10 И ему далеко до рублевского среднестатистического пафоса и роскоши Тут, кроме домов отдыха, работал конный завод Рядом с этим предприятием селились простые рабочие И поэтому, кроме коттеджей, тут выросли и простые многоэтажки Которые можно встретить в любом другом районе Подмосковья Цены на жилье здесь тоже не рублевские Можно найти двухкомнатную квартиру по 7-8 миллионов И для сравнения за эти же деньги можно купить двушку В других подмосковных поселениях Например, в селе Молоково или в Видном Так что эти горки-10, да, тяжело назвать частью Рублевки Вот местные жители его, это поселение, и не называют Говорят, что это не рублевка Так, говорят, здесь обычные люди живут То есть для кого-то границы рублевки останавливаются Там, где живут четко богатые люди Вот, а где эти богатые люди не живут, там уже не рублевка Я сюда переехал по какой-то причине? Во-первых, экология лучше, чем ближе к Москве Во-вторых, рядом лес, можно пойти уголять с ребенком, речка То есть как бы я приехал сюда из-за этого То есть как бы почувствовать себя каким-то загородным жителем, находясь в квартире То есть в этом плане, то есть стоимость недвижимости здесь, я не скажу, что она рублевская Вот именно здесь Да Она довольно-таки доступная В таких местах особенно виден контраст рублевки Чем дальше от Барвихи, тем жилье проще, а люди душевней Пить бэй Че-то, честно говоря, захотелось на ней Спасибо, спасибо Тебе больше будет Да я на это на улице Да ладно, на улице искать Вот у тебя целая шарка есть Не надо, спасибо Вот больше спасибо, реально что захотелось С площадками в горке 10 все окей Все цветастые, патриотичные В смысле сарказм Что окей, вы поняли? Ну вот и урбанина началась, короче, на канале А сейчас мы дойдем с вами до царь арки Я должен показать вам обязательно Ну что это такое? Ну велодорожка получается Как Собянин завещал Велодорожки должны быть только в парках Здесь В данном случае Все соблюдено Друзья, пытаюсь понять конфигурацию дорожки Но не понимаю В общем Кажется, по этому парку Можно путешествовать на велосипеде Только в одну сторону Вот так вокруг И только уже потом Соединяется Других предписаний здесь быть не может Только в одну сторону И вот так дети Или, может быть, взрослые Катаются вокруг Что-то какие-то странные круги Но которые мне, честно говоря Ругать не хочется Потому что В свое время Когда я был мелким Мне эти круги В общем-то доставляли много удовольствия Я их любил Потому что для меня это всегда было какое-то Не знаю Не то чтобы приключение Но Может быть, фантазия моя так работала Я всегда придумывал Что можно с этими кругами сделать Это какие-то были дорожки для чего-то Для чего-то игрового Однако Ну, я не знаю Что-то Какое-то ощущение того Что здесь явно что-то не то Смешные рыжие Вентиляционные Трубы С такими шляпками Знаешь, под землей Парковка То, что вы живете на Рублевке Не убережет вас от В общем, их варламов обычно хает Какой-то просто феномен Который захватил всю Россию В какой-то момент Да я уж как-то не знаю Ровно к ним отношусь Настолько деформировался мозг Что Ну, покрышка Ну, есть и есть Люди хоть как-то Хотят и могут У них есть желание Усовершенствовать Окружение вокруг себя Возможно, когда-то Рублевка была веселым местом С шумными тусовками Сейчас она производит Грустное впечатление Место, откуда ушла жизнь Ну, или Все веселье И счастливые люди Спрятаны где-то далеко За высокими заборами Понимаете, люди Как правило Селятся Друг с дружкой Ради того, чтобы иметь контакт Здесь я этого контакта Нигде не вижу Окей, хорошо Люди иногда селятся в одиночку Да, чтобы Значит, наслаждаться лесами Полями Не знаю Разными видами И так далее Но здесь Нету ни того Ни другого Здесь люди Хотят почему-то Одновременно Сесть на два стула То есть быть и в одиночке И одновременно Селиться вместе Чтобы, значит, причислить себя К богатому сословию Ты должен обязательно Приехать на Рублевку И сесть Лечь В общем И заселиться Где-то рядом с ними С такими же богатыми людьми Но это странно Ты не имеешь контакт Здесь отсутствует Городская жизнь Здесь хорошо Ладно, бог с ней С городской Здесь отсутствует Поселковая даже Хотя бы жизнь Здесь никого нет Напоследок бонус Для всех блогеров Тиктокеров И ютуберов Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща Вы понимаете Зачем я здесь Просто поставьте лайк Ну что Вы уже прониклись Духом самого Роскошного Места России Согласитесь Только заборов Может себе позволить Только настоящая элита Если говорить серьезно То Рублевка умирала Еще до начала Спецоперации И сейчас Ее состояние Только ухудшается И даже Несмотря на то Что миллионеры Продолжают покупать Здесь жилье На инфраструктуре Район Это никак не сказывается Оказывается Самые богатые Люди России Не знают Как сделать Свой район Удобным И безопасным Ну или Не хотят Что Впрочем Не удивляет Какая элита Такой элитный район Редактор субтитров А.Семкин